Всем привет! У нас сегодня предпоследняя тема – это ссылки. Ссылки в Linux бывают разные. Ссылки бывают мягкие и жесткие. В Windows мы работаем с вами в основном только с мягкими ссылками или символическими ссылками, эти ярлыки. Но в Windows тоже у нас есть, в принципе, просто глубоко спрятанные жесткие ссылки. Разберемся с Linux. По сертификации LPI, это у нас тема 104.6, она будет немножко опираться на тему 104.4, так что поглядите ее, если вы до сих пор еще не смотрели этот урок. Итак, мягкие и жесткие ссылки. Всего один слайдик у меня. Мы должны с вами научиться работать с мягкими и жесткими ссылками. Это hard и soft links, дословный перевод. Soft еще называют, как я уже говорил, символическими ссылками. Мы должны с вами научиться понимать разницу между ними и создавать. Плюс еще есть небольшое отличие между копированием файла и созданием на него жесткой ссылки. Это мы тоже с вами разберем. Я уже сразу создал мягкую и жесткую ссылку, чтобы просто показать вам разницу. Давайте разберемся с этим, а потом я покажу, как эти ссылки, собственно, создавать. Итак, у меня есть моя домашняя папка пользователя. В ней есть файл, файл txt. И есть две ссылки. Вы видите, есть ссылка hard link txt, это жесткая ссылка, и soft link txt, который у нас по умолчанию в оболочке подкрашивается таким голубеньким цветом и показывает, на какой файл она ссылается. Мы видим то, что файл сам по себе весит 61 килобайт, и ссылка жесткая у него весит столько же. При этом мягкая ссылка, это просто, грубо говоря, ярлычок, он весит 8 килобайт. Давайте посмотрим, что у нас за файл. Вот такой файл. Вывел я в консоль то, что я в нем написал. Значит, суть в том, что такое жесткие ссылки, давайте я вам расскажу. Команда ls, вывод содержимого нашей папки, умеет еще отображать айноды. Для этого ей нужно показать ключ минус li, то есть показать лист айнод, показать еще перечень айнод. Что такое айноды? Это тема у нас 104.4, посмотрите, если не смотрели. И мы с вами видим, что первый столбец появился, и первый столбец это номер айнода. Коротко говоря, айнод это у нас идентификатор файла, или местонахождение файла, или такая метка файла. Суть в том, что у нас файл.txt имеет вот этот айнод. Вот этот его индексный описатель, индексный дескриптор. Который говорит о том, что у нас есть файл.txt, который находится здесь же. Жесткая ссылка, hardlink.txt, вы видите, она ссылается на тот же самый айнод. То есть она просто показывает в то же самое место на жестком диске. Мягкая ссылка же, softlink, она сама по себе является совершенно отдельным файлом, и поэтому у нее совершенно другой айнод. Кроме того, вы видите, у нее в начале в правах еще появилась буковка L. Тут мы видели с вами до этого буковку D, когда это было в директоре папка. Теперь здесь буковка L, то есть link, ссылка. При этом, если мы попробуем посмотреть содержимое файла, допустим, и hardlink.txt, это будет то же самое содержимое, что и файла.txt, и softlink.txt, если мы с вами посмотрим. Все показывает на один и тот же файл. Если мы попробуем дописать какие-то изменения в файл наш, эхо, допустим, hello, допишем. Мы уже умеем с вами пользоваться командой hello, две стрелочки это дописать, а не перезаписать. Дописали hello, и снова проверим, допустим, hardlink изменилось, softlink тоже изменилось, дописалось слово hello. И теперь такой важный момент, если мы с вами возьмем и переименуем наш файл файл.txt, переименовываем мы командой move, уже тоже с ней должны быть знакомы, если вы сначала все уроки смотрели. Допустим, на new file.txt мы его переименуем, и снова скажем ls-l. И видите, теперь у нас ссылочка мягкая стала красной, потому что мягкие ссылки, они опираются на имя, причем не просто на имя файла, а на полное имя файла. А жесткая ссылка, она как была целая, так она целая и осталась, она никак не подчеркнут, потому что она ссылит на тот же самый inode, на то же самое место, где этот файл находился, и поэтому ей абсолютно все равно, что мы сделали с файлом, потому что она все равно указывает на то место, где этот файл находится. И теперь, если мы скажем катам посмотреть жесткую ссылку, он показывает нам этот файл, Учитывая то, что мы переименовали этот файл с файла на new file, а ссылка осталась тем же самым именем, он тоже самое показывает. Если мы попробуем посмотреть мягкую ссылку, она нам скажет, что нет такого файла или каталога. То есть основная разница, сейчас мы запоминаем, это мягкая ссылка, она опирается на имя файла, а жесткая ссылка опирается на iNode. Давайте научимся создавать эти ссылки. Удалю я все из моей текущей папочки. rm-rf. Все. Удалили. Чищу экран. Создаю новый файл. Давайте пустое создадим touchfile.txt. И теперь команда, которая создает ссылки. ln или link. Вот так вот просто создается ссылка. Link на файл .txt с именем, допустим, hard.txt. Я .txt дописываю до себя, просто чтобы было понятно. Можно, конечно, просто без расширения указать ссылку. Да и файл можно указать тоже без расширения. Это так вам для красоты я показываю. Если мы не указываем никаких аргументов, создается жесткая ссылка на файл. Если мы хотим создать мягкую ссылку на файл, soft, мы указываем ключ минус s, то есть символическая ссылка или мягкая, soft. Так можно тоже запомнить. И смотрим, что у нас получилось. Видим, опять же у нас есть файл, есть ссылка на него и есть мягкая ссылка на него. При этом мягкая ссылка, видите, отдельно она занимает место, мягкая и даже весит что-то, потому что файлы у нас пустые и ничего не весят. Такой интересный момент, давайте я немножечко поболтаю. Значит, так как у нас жесткая ссылка привязана к iNode, то ее нельзя использовать при работе с несколькими файловыми системами, то есть при перекрестном таком ссыливании. То есть если у вас есть какой-то раздел на другом жестком диске или другой жесткий диск, примонтированный в текущую файловую систему, вы не сможете в текущей файловой системе создать жесткую ссылку на файл или папку, которая находится в другой файловой системе, потому что это все опирается на iNode, а iNode у нас справедливый для нашей конкретной файловой системы. То есть в Windows у нас поэтому по умолчанию все ссылки мягкие и даже там есть ярлыки мягкие. Пригодится вот это все может где угодно, то есть мы можем взять и создать у себя в домашней папке ссылки на все важные директории или конфигурационные файлы. Кроме того, символические ссылки также часто используются у нас для администрирования Linux, например, для команд. Если пользователь у нас не хочет знать конкретный номер версии, исполняемый команды, какие-то дополнительные ключи, он может просто получать доступ к различным версиям, указывая обычное имя. Но это мы будем все проходить на практическом администрировании. Давайте попробуем разберемся с папками. mkdir Это просто folder. Что я mkdir неправильно написал. mkdir folder. И если мы попробуем создать на папку жесткую ссылку, давайте заново там делаю link на folder, какой-нибудь folder с расширением, например, link, я просто так это придумываю, то у нас Ubuntu ругнется, потому что на каталоге создавать жесткие ссылки нельзя. Ну и если мы захотим создать мягкую ссылку, символическую ссылку, никаких проблем не будет. Вот у нас появилась папочка и на нее ссылка. Давайте поглядим некоторые нюансы. Я почищу сейчас мягкую ссылку, удалю жесткую ссылку. Вообще все ссылки удалю. И у меня есть еще ссылка на папку. Отлично. Теперь у нас есть только файл и папка. Можно создать ссылку на файл и положить его внутри папки. То есть мы можем сказать, например, сейчас объясню, к чему я это говорю. Создать мягкую ссылку, ярлык, грубо говоря, на файл .txt и положить его в папку folder. Если мы не указываем по умолчанию имя и просто пишем ln-s file.txt, то он в том месте, где сейчас находится, создаст ссылку, которая будет называться точно так же, как и сам файл. Сейчас мы просим создать ссылку внутри папки. То есть внутри папки сейчас создаст у меня ссылочка на файл .txt. Создалась. Давайте глянем, что у нас там получилось. ls-l folder. И видим то, что ссылка получилась, но ссылка битая. Почему это у нас получилось? У нас, когда мы создали команду создать ярлык на файл .txt внутри папки folder, у нас команда начала выполняться уже внутри папки folder. А внутри папки folder нет файла .txt. Поэтому у нас ничего не получилось. Если мы хотим, чтобы у нас все-таки получилось все, как нам нужно, давайте мы сейчас удалим. ram, битый ярлык, folder, файл .txt. Почему-то я указал минус rf, хотя было достаточно просто remove. Если мы хотим, чтобы у нас все это работало, нам нужно написать полный путь к файлу. И вообще, по-хорошему, когда мы создаем на что-то мягкие ссылки, напоминаю, мягкие ссылки у нас опираются на имя файла, нам нужно указать полный путь к этому файлу, чтобы у нас не было никаких проблем. То есть, home, моя домашняя папка, файл .txt, вот здесь находится мой файл .txt, это место, где мы сейчас работаем. Папочки folder. И теперь, если мы заглянем во внутрь этой папки, у нас, видите, ярлык работает прекрасно. То есть, взять надо за правило хорошего тона указывать полный путь к файлу, а не относительный. Следующий нюанс, немножечко такой банальный, но все-таки не так все просто в линуксе. Разница между созданием ссылки и копированием файла. Ну, мы, понятно, если добрались до этого урока в линуксе, мы, скорее всего, уже такие пользователи, понимаем, что есть разница между созданием ярлыка и копированием файла. Когда мы копируем файл, у нас создается файл со всем его содержимым. Когда у нас есть ярлык, это просто маленький файлик, который ведет куда-то. Ну, бывает, конечно, пользователи какие-нибудь есть у нас глупенькие, которые берут с рабочего стола все ярлыки на свои папки и копируют их себе на флешку, думая, что они придут домой, и у них там окажется все содержимое этих папок. А просто они приносят себе домой однокилобайтные ярлычки. Но в линуксе есть, говорю же, некоторые нюансы. Давайте для начала мы с вами скопируем файл txt куда-нибудь. Файл txt. Ну, в какой-нибудь копии. Точка txt. Скопировали. И создадим теперь ссылку на файл txt. Жесткую ссылку создадим. На файл txt. Hard.txt. И чтобы нам не мешала папка, давайте мы ее удалим. Чтобы она просто не болталась там. И посмотрим, что у нас получилось. Ls-l. Видим то, что у нас есть файл txt. Есть на него жесткая ссылка и копия. Ну, мы знаем то, что это жесткая ссылка, потому что мы ее так создали только что, и потому что у нее есть такое имя. Тем не менее, когда мы глядим вот так вот через оболочку или даже через наш, допустим, какой-нибудь файловый менеджер, мы не видим разницы между файлом, его копией и жесткой ссылкой. Для нас это три абсолютно вообще разных файла. И чтобы понять разницу между копией и жесткой ссылкой, единственный вариант это опять же поглядеть на iNode. ls-li. И уже в iNode мы видим то, что у нас файл и hard, у нас они являются, вот они, файлом и жесткой ссылкой. Причем в данном случае мы не знаем, что из них как бы первично, файл или жесткая ссылка. А копия файла это вот он, отдельный файл. Интересно тут что? Вы видите вот этот вот столбец, двоечка. Он нам показывает, сколько у нас есть жестких ссылок на данный iNode. То есть мы в принципе и здесь могли бы догадаться по вот этому количеству. Но просто если у нас окажется несколько файлов в этом каталоге, тогда мы запутаемся, кто является чьей жесткой ссылкой. Давайте сейчас просто создадим, допустим, еще одну жесткую ссылку. Hardlink, например, txt. И снова скажем ls- допустим с iNode. Видите, цифра поменялась на три. То есть у нас на этот iNode уже ссылит три места, грубо говоря, в нашей файловой системе. Почему это у нас происходит? Вообще говоря, у нас удалением файла является по умолчанию действие, которое обнуляет количество всех жестких ссылок. То есть если мы с вами сейчас возьмем и просто удалим файл, файл.txt. Давайте. rm.file.txt. Понятное дело то, что при этом все мягкие ссылки на него перестанут работать, потому что исчезнет файл с таким именем. Но жесткие ссылки все останутся на месте. То есть если мы сейчас с вами скажем ls-li, например, мы видим то, что hard и hardlink остались. Более того, у нас просто файл был пустой. Если бы мы сейчас обратились к этому файлу и посмотрели, допустим, через cat hard.txt, мы бы увидели тот же самый текст, который у нас был в файле файл.txt. Потому что еще раз, у нас сам файл это некое пространство, занятое на диске. А имя файла и путь к нему это и есть жесткая ссылка. То есть любое имя файла это и есть жесткая ссылка на файл. И поэтому мы можем создать к нашему iNode сколько угодно жестких ссылок. И пока мы их все не удалим, наш файл будет на месте. Опять же, лирическое небольшое отступление. В винде я говорил, что у нас есть только мягкие ссылки, ярлыки. И вообще вот эта тема сегодняшняя, она относится именно к Linux, к его файловой системе по умолчанию. Ну и ко всем остальным Linux файловым системам. Потому что они позволяют прозрачно работать вообще с механизмом файловых систем. В винде на самом деле тоже есть очень интересные моменты. Там тоже есть жесткие ссылки, просто мы не можем с ними на уровне пользователей работать. Но они там существуют. Я вам, наверное, брошу в описании этого видео на YouTube ссылочку на одного товарища, который очень хорошо показывает. В данном же случае можно сказать, что если мы с вами возьмем сейчас и через Echo отправим что-нибудь в нашу жесткую ссылку hard.txt и посмотрим потом содержимое, допустим, hard нашего txt hard.txt Видим это слово hardlink.txt Два раза txt я написал. Видим то, что и там, и там у нас есть уже этот текст. Потому что это у нас вот этот iNode. Мы записали какой-то текст в файл, который определяется вот этим iNode. Поэтому мы видим содержимое. Если мы с вами посмотрим копию, то копию мы делали на тот момент, когда файл был пустой, и поэтому у нас в ней пусто. То есть видите, какой интересный момент. Несмотря на то, что мы удалили оригинальный файл, файл.txt, мы можем продолжать с ним работать, потому что у нас остались на него жесткие ссылки. Разобрались мы с вами с ссылками. Выяснили то, что ссылки бывают жесткие и мягкие. Жесткие ссылки ссылаются непосредственно на то место на жестком диске, где у нас находится сам файл, то есть на его iNode. Мягкие ссылки у нас ссылаются на имя файла. Жесткие ссылки не могут быть сделаны на папку, и жесткие ссылки не могут работать, если у вас несколько файловых систем. То есть с одной файловой системы в другую жесткую ссылку вы сделать не можете. Вот, собственно, и все. Спасибо, что смотрели. На сайт постараюсь выложить какие-нибудь домашние задания, шпаргалочки и вопросы. Терпите, скоро появятся.